Здравствуйте! В эфире Югра территория безопасности. Сегодня мы расскажем о главных событиях, которые произошли у нас в округе за минувшие дни. Я Антон Войтович, мы начинаем. Сбыт крупной партии наркотиков пресекли югорские силовики. В Нижневартовске содержан 24-летний молодой человек. В его съемной квартире полицейские нашли пакет с более чем 100 граммами мефедрона. А наличие весов, многочисленных пакетиков для фасовки не оставили сомнений вроде деятельности задержанного. Он распространял закладки. Правда, вжиться в новую для себя роль наркокурьера парень не успел. Спустя всего неделю после приезда в Нижневартовск из родного Иркутска его и задержали. Возбуждено уголовное дело по 4-й части 228-й статьи. А вот еще один делец помельче тоже попался силовикам. На кармане у 21-летнего сургутянина, того же мефедрона, хватило на вторую часть все той же 228-й статьи. Масса порошка, изъятая у молодого человека, почти 5 граммов. Поэтому и мера пресечения не такая суровая. Всего лишь подписка о невыезде. Всего в Югре за минувшие сутки зарегистрировано 47 преступлений. По горячим следам раскрыто 24. 4 из них 1 грабеж, 12 краж, 5 фактов незаконного оборота наркотиков. Трое человек задержаны, раскрываемость превысила 50%. Прокуратура Югры помогла работникам одного из предприятий получить положенную зарплату. А против директора этого предприятия возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что он задолжал 4 своим сотрудникам зарплату более чем за год. Сумма набежала не маленькая, больше миллиона. Имеющиеся в распоряжении денежные средства он использовал на иные цели. Прокуратурой был принят комплекс мер, направленных на скорейшее погашение задолженности по заработной плате. В результате долги перед работниками организации погашены в полном объеме. Трагедия на Приопском месторождении. Буквально несколько дней назад там погиб 39-летний мужчина. Он работал на предприятии в должности бурильщика. По предварительной версии, под высоким давлением вырвало одну из деталей конструкции скважины, которая и упала на бурильщика. К расследованию также подключился и следственный комитет. У силовиков есть своя версия произошедшего. Следком возбудило уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ. Теперь следователям предстоит установить, что это несчастный случай или преступная халатность. По данным следствия, 9 февраля на Приопском месторождении в Ханты-Мансийском районе при проведении работ по опрессовке скважины, бурильщик 1983 года рождения получил несовместимую с жизнью травму. Мужчина ударила деталью конструкции скважины, которая вырвалась под высоким давлением. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности и обеспечение контроля за ходом выполнения работ на данном объекте. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте юградефис.тв.ру, а также в наших социальных сетях. Это Югра, территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok